Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас всех приветствую, мои дорогие. Сейчас для вас будет онлайн расклад в одну позицию. Тема будет называться «Его чувства на сегодня к вам». Все, что он к вам чувствует. Давайте будем смотреть. Наливайте свои космические кружки, чай и кофе. Кто, что любит. Садитесь поудобнее. Руки, ноги не скрещивайте. Не забудьте пристегнуться. Мы сейчас будем все вместе взлетать. Итак, мои дорогие. Ой, кто так вкусно прям готовит. Мясо, грибы. Вот знаете, такой запах. Я аж кушать захотела уже. Потрясающий запах на кухне у кого-то. Так, ладно. Ваш мужчина на данный момент. Что он делает? Чем он занимается? Теперь, чем занимаетесь вы? Что вы делаете? Что у вас в жизни? Что там происходит? Что сейчас между вами? Смотрим. У мужчины все однотипно. Каждый день день сурка. Дом, семья, работа, родители. Я не знаю, там, жена может быть, да? Мужчина зарабатывает деньги. На данный момент у него какие-то есть дела, связанные с бумагами, с документами. Как будто что-то он оформляет, что-то документально делает. Может быть, в суд на кого-то подает или пытается суд выиграть. Может быть, у него сейчас происходит там раздел имущества, ну, разводы, бракоразводные процессы. Мужчина считает, ложка мне, ложка тебе. Дом мне, машина тебе. Также здесь такой еще момент есть, что, может быть, на работе идет речь о его повышении или переводе. Например, знаете, вот офиса, есть еще какой-то дочерний офис, он будет переводиться куда-то на этой же работе, просто в другое место. Может быть, он сейчас или едет к родным, то есть родители, старшие родственники, или к нему должны приехать. Причем это все запланированное, понимаете, поездки запланированные. Долго ждал, отправится, вот сейчас едет нам. Может, продуктов набрал, да, родителям. Вы знаете, здесь у мужчины есть по судьбе такая карма очень интересная. Ему никогда нельзя врать и обманывать. Если он это будет делать, ему всегда будет по башке бумерангом прилетать. Это 100% у него такая карма. Ему нельзя врать. Нельзя. Еще есть одна карма у него. Ему нельзя, ему нельзя обижать родителей. Ему нельзя обижать дальних родственников, старшие его. Тоже будет прилетать. Ему нельзя, как это сказать-то, ему надо почитать, почитать старших. Вот если у него родители умершие, он должен на субботу-воскресенье ходить, поминать, на кладбище, смотреть за оградкой, за могилкой, в церковь ходить. Вот здесь такой человек, понимаете, я не хочу сказать, что он набожный, но он должен быть ближе к Богу, к традициям. Здесь такой человек, если он не будет этого делать, ему будет очень хорошо по башке биться, по жизни, это 100%, я говорю. И врать ему нельзя. Не дай бог, если этот мужчина юрист, работает юриспруденция, и он хитрит, обманывает, здесь даже речь может идти о том, что его посадят в тюрьму. Он попадется, его посадят в тюрьму очень хорошо, потому что Фемида ему отомстит. Ему нельзя, понимаете, вот здесь мужчина, которому нельзя врать, обманывать, хитрить, нельзя, нельзя против закона идти, нельзя. Я не знаю, знает он это или нет. И еще. Еще. Этому мужчине всегда по жизни будет доставаться денежка с трудом. Почему? Потому что у него, как сказать, не то, что перекрытый Грегор, да, вот этот денежный канал. Здесь как будто у него в семье по родовой есть материальные проблемы, и ему тоже это передалось. Здесь нужно просто, здесь можно человеку помочь, открыть ему денежный канал, и у него очень хорошо пойдет, ну, пойдет денежка. Как это сделать, я говорить не буду. Я говорить это не буду. Он сам должен понять, как это сделать. Я вижу, я говорить не буду. Я не имею права говорить иногда такие вещи, которые вижу. Ну, нельзя. Но у него я четко вижу, у него по родовой здесь закрытый канал денежный. Открыть можно. Он должен сам это сделать. Это будет тяжело немножко, но это сделать можно. Он должен сам себе его открыть. Так, что еще? Смотрим вас. Вы очень сильная. Вы очень сильная женщина. О, оказывается, жрица. Ну, здесь меня смотрят жрицы, да. Меня смотрят жрицы. Карта дьявола. Тут сильные практики меня кто-то смотрит. Ох, сильные какие, мощные прям. Мощные смотрят. И у вас такая защита, блин, вообще просто. Вас ничем не пробьешь. Вы сами все знаете. У кого-то из вас дома есть кресло. Вот именно не диван, а именно кресло. Или стул. Ой, вернее, пардон. Или стул, или кресло. Такое место, где вы садитесь. Садитесь или подумать о чем-то. Или вы там на этом стуле пишете. Что-то пишете или читаете. Вот вы садитесь в это кресло. И даже порой вам кажется, что вы даже куда-то проваливаетесь. Как будто. Я не могу сказать, это кресло где? Дома или на работе? Не могу сказать, я не вижу вашего места. Но я вижу именно это кресло. Это стул или кресло. Очень удобное для вас. И вот на этом стуле, на этом кресле. То есть, когда вы садитесь, у вас открывается как портал. Открывается портал, и вы слышите. Не то, что слышите, а вы как видите или чувствуете какие-то знаки. Вам какая-то мысль всегда приходит в голову. Вы как схватываете на лету. Вам как будто вы сели где-то через 2-3 минуты или через 5 минут. Раз-то что-то вам в голову пришло. Вы думаете, да, что это мне в голову-то пришло? Зачем мне это надо? А у вас портал открытый. Вам как знаки идут. Вы уже не раз это замечали, но думали, да, это мне просто что-то в голову опять ударило. Блин, с утра непонятно что. Не-не, это открытый портал. А если вы, ну, практика, тем более. У вас защита хорошая. Я тут вижу, у женщины защита хорошая. Причем вы от эгрегора защищены. А многие здесь магические, магическую защиту на себя ставили. Дьявол вас очень сильно любит. Я полагаю, что вы очень красивая женщина. Потому что дьявол дает именно свою власть именно красивым женщинам. Ну, это да, есть такое. Вы, характер у вас достаточно такой, знаете, ого-го. Очень сильный. Вы сама по себе энергетически очень мощная. Возможно, вы руководитель или вы такая женщина яркая в коллективе. Много работаете, много трудитесь. Но на данный момент вы как будто закрылись. Закрылись, во-первых, от этого мужчины. Закрылись еще от каких-то людей, чтобы никто не лез в вашу жизнь и не говорил, ну, как у тебя дела в личной жизни. Вам это больше всего раздражает, когда вам этот тупой вопрос как будто задают. И вы стараетесь в последнее время, уже несколько лет, может быть, даже ни с кем не общаться, чтобы каждый раз вас не спрашивали. Ну, как там у тебя в личной жизни, да? Сейчас, на данный момент вы находитесь в замешательстве, как бы в тупике. Что мне делать? Что мне выбрать? Что мне выбрать? Мне оставаться или уезжать? Мне переезжать или оставаться на месте? Мне уходить с этой работы или оставаться на месте? Мне выбрать этого мужчину или выбрать того мужчину? То есть вы находите в тупике. Вы не можете выбрать. Да и подсказать вам некому, понимаете? Поэтому, когда вы садитесь на это кресло или садитесь в этот стул, вам идет прям, знаете, четко идет поток информации, как будто вот сверху. И вам как будто сверху говорят, что вам надо делать. Вы иногда даже боитесь своих мыслей. Или боитесь услышать что-то. Или увидеть что-то. Что это вот надо такое сделать, а я как бы даже не готова. А сила говорит, ты готова. Начни, у тебя все получится. А вы боитесь. У кого-то из вас есть детки. Занимаетесь детьми сейчас на данный момент. Потому что, ну, хлопоты там. Школу надо собрать. Не знаю, там университет, да, ребенка. Вы очень красивая. И этого мужчину вы просто не оставляете в покое, понимаете? Потому что ваша вот эта вот природная женская красота просто сводит его с ума. Тем более, что если у вас уже был с ним интим, то он вообще забыть его не может. Вы понимаете? Он выкинуть вас из головы не может. Вы его просто вот, просто вот гипнотически вот, я не знаю, уделали, понимаете? Вот вы его сделали гипнотически и все. Он к вам как привязан. И вы это прекрасно чувствуете. Вы на ментале его очень хорошо чувствуете. И вы знаете, что он все равно ваш. И типа, знаете, как бы мне все равно с кем он, да? Я знаю, что типа тоже есть у него кто-то. Мне все равно. Он все равно мой. Я знаю, что он мой. Потому что он магически на ментале ко мне привязан. Вам даже никакую магию делать не надо. У вас настолько своя собственная энергетическая, энергия магнетическая, что этот человек на ментале уже к вам привязан. Вам никакую магию делать тоже не надо. Но вы на расстоянии находитесь. Вас почему-то разделяет вода. Я не знаю, что там за вода, мост. Но что-то вас такое разделяет. Вы на расстоянии. Вы вообще не рядом. Здесь люди на разных полюсах как будто. Это одна территория жизни. И это вторая территория жизни. Его чувства сейчас к вам. Смотрим. Его чувства сейчас к вам. Ну что, опять чувство возвращается. Вы знаете, он иногда внахлёст. То вас любит, то ненавидит. То хочет прям вот обнять, поцеловать. То готов задушить. Как Дездемону. Но не может вам простить. Но здесь 100% люди в ссоре. Он не может вам простить, что вы ушли. Что между вами получилась башня. Кризис. И он не может вас отпустить. Потому что он постоянно вспоминает прошлое с вами. Он вспоминает, может быть, как жил с вами. Как там у вас детки. Он вспоминает детей, может быть, общих с вами. Он вспоминает, как было всё хорошо. И это ему сейчас очень не хватает. Он постоянно оглядывается в прошлое. Что было, как было. И что сейчас. Это вообще небо и земля. Вы такие разные. С этим человеком вы такие разные. Здесь я уверена, что отношения скорее всего, наверное, кармические. Или люди по судьбе. Каждый друг друга воспитывает. Вы пришли в жизнь друг другу не просто так. Не просто так. Он вас когда-то нарисовал. Понимаете? Он вас когда-то нарисовал. И когда вас увидел, он понял, что это всё. Вот она моя. Так оно и есть. Но только с вами ничего не получается. Знаете почему? Потому что он неправильно себя ведёт с вами. Неправильно. Это вот единственная чётко я вижу ошибку с его стороны. Он неправильно себя ведёт. Причём он за это получает очень сильно по башке. Вот когда он должен вам сказать, милая, дорогая, я соскучился. А он вам с издёвкой говорит какое-то плохое. И вы обижаетесь. Ему на следующий день по башке бумерангом прилетает нехило. Знаете? За то, что он неправильно сказал. За то, что он вас обидел. Он не имеет права вас обижать. Вы кармическая. Естественно, вы становитесь в агрессию. Вы тут превращаетесь в Жанна Дарк. Понимаете? Надеваете на себя металлические кольчуги. Начинаете от него отбиваться. От этого мальчика отбиваетесь. Который вас тут, понимаете, вот такую женственную, красивую. Вас, женщину, оскорбляет. И вы как в мужика превращаетесь просто. Многие из вас за собой замечали, что когда этот человек приходит в вашу жизнь, вы начинаете агрессировать, нервничать, переживать, стрессировать. И ругаетесь просто как сапожник. Было такое. Потому что без него вы нежная, мягкая, белая и пушистая. Было такое. Поэтому вы даже уже себя ненавидите рядом с ним. Потому что вы как будто превращаетесь в какую-то, я не знаю, мужика в кольчуге. И вам это не нравится, потому что вы как будто теряете свою женственность. Поэтому вы как бы полностью отрицаете его и считаете, чтобы лучше он ко мне не возвращался. Потому что мои энергии становятся жесткими и холодными. Я не чувствую сама себя женщиной. Я перестаю себя улюбить и уважать. Потому что человек на вас так влияет. А он не должен этого делать. За то, что он на вас так влияет и вас так портит, так скажем, да. Он по карме, по башке получает очень хорошо за это. Я не знаю, он понимает это или нет, но это так. Поэтому от этого мальчика вы закрываетесь вот этим вот щитом, да. А он вот здесь стоит такой, как ребенок. И на вас смотрит, да. А вы как здесь. Он вас изваял. Он вас слепил. Я не знаю, что он вас высек, да. Вот из камня сделал эту скульптуру. Это вы, потому что его мечта. Он вас смотрит на этот камень, а вы живая от него, как камень здесь металлическим, вот этим вот, как это называется полностью, я не знаю. Вот это вот, вся вот такая одетая. А он смотрит на вас, как на этот камень, понимаете? То, что он высек тут. Зачем ты смотришь на вот этот камень? Я тут живая, я тут живая, но я тебя в кольчугу оделась для того, чтобы ты меня не обижал. Вот что здесь происходит, понимаете? А мужчина не понимает. Он считает, что то, что он вас обижает, то, что вас оскорбляет и унижает, это нормально. Потому что он из камня сделал свой идеал. Вот этот молчаливый стукан стоит каменный, вот эту женщину изваял, он на нее глядит, и его как будто это устраивает. А живая вы его как будто не устраиваете. Как будто на вас живую он издевается, понимаете? Я немножко не понимаю. Вот я вижу здесь, я только трактую. Но я его мозг вот этот понять не могу, почему он себя так ведет, я не понимаю. Здесь, наверное, есть психологи, которые могут объяснить его такое поведение, почему он так относится вас как к камню. И когда вы живая, от него такая закрываетесь, он как-то по-другому относится. Я, честно говоря, я не могу понять здесь логику мужскую. У меня не работает голова в этом плане. Зачем тебе камень, если у тебя есть живая женщина? Я не понимаю. Давайте спросим, зачем ему этот камень? Он вас вылепил из этого камня. И глядеть на него. Зачем ему вот этот вот камень? Я не понимаю. Зачем ему не нужна живая женщина, что ли? А потому что вы дорогая для него. Вы слишком дорогая. Слепить вот так вот, понимаете, из любого камня можно, да? Время побольше потратится. Ты слепил и все, и гляди на него. А вы какая-то живая. Вы дорогая. Вы, может быть, с запросами. С материальной независимостью с вами сложно. С вами сложно. Еще. Да, вот он и висит в воздухе. Он глядит вот на этот камень, его все устраивает. Странно очень. Мужчина здесь очень странный, я вам скажу. Правда. А что он от вас хочет вообще? Что-то я не пойму. Что он вообще тогда от вас хочет? Чтобы вы его выбрали. Чтобы вы к нему спустились вниз. Не чтобы он к вам поднимался вверх, а чтобы вы к нему спустились вниз. Чтобы вы в нем признали. Чтобы вы, понимаете, чтобы вы согласились и пошли на его уступки. Не, не то, что уступки, на его условия. А у него условия. Это, милая моя, будет так, как я хочу, а ты за мной подчиняйся. Да, держись за меня, дорогая моя. Держись за меня, да. Держись за меня. Чтобы вы стали бегать за ним, чтобы вы стали за ним. Вот он сделал этот камень. И он хочет, чтобы этот камень к нему сам пришел. Ну, как-то так. Типа, я же мастер такой, посмотри, как я мог слепить тебя. Это же шедевр, значит, у меня есть фантазия. Значит, у меня золотые руки и блестящая голова. Так, давай, да, признай меня лучшим. Бегай за мной. Посмотри, какой я. Сделай для меня что-то тоже. И то, что он вас оскорбляет, то, что он вас унижает, это должно быть нормальным. Я же художник, я так вижу, что у тебя там, я не знаю, бедра маленькие, или ноги длинные, или еще что-то. И его оскорбление, это же как бы тоже нормально, как бы, да? Ну, так получается. А вы, естественно, вам неприятно, что мужчина вас пытается как-то прогнуть, ущемить, вас обозвать. Вы считаете, да, слушай, иди ты со своим камнем, знаешь, куда. Я такая, какая я есть. Я сама себе нравлюсь, и мне все. Вот если я тебе такой не нравлюсь, ну, до свидания. Слепи что-нибудь другое тогда. А он хочет здесь понимать, чтобы вы за ним бегали, чтобы вы его добивались, чтобы вы в нем видели золото, мужчина золото. Это не вы золото, это он золото, а у него руки такие мастеровые, он из камня сделал женщину. Его чувства к вам на данный момент, давайте посмотрим. Вы яркая, вы красивая, вы на коне, вы в девятке пентаклей, но вы от него и закрытая. То есть вы настолько самостоятельно, независимо состоявшаяся, ни в чем не нуждающаяся женщина, который вообще он не нужен. От слова вообще он и не нужен. Вот этого больше всего раздражает. У вас все своим чередом за вами наблюдает. Он за вами наблюдает каждый день. Посмотрите, он внизу. Вот он внизу вам как будто здесь на гармошке, да? Как это называется? Гармошка, конечно, наверное, да? Как будто он вам здесь играет, а вы здесь наверху. Понимаете, как он вам как оду поет здесь, в вашей красоте, в вашей женственности. Какая вы хорошенькая, какая вы красивая. И за вами наблюдает, как вы растете, как вы вверх поднимаетесь, как вы взращиваете свое дело, как вы преуспеваете. Какая вы успешная вообще, в принципе, во всем. Он вами просто наслаждается. Вы для него, вот здесь я вижу, тут я, вы для него богиня. Просто богиня. Но он хочет, чтобы эта богиня за ним бегала. А он будет, когда надо. Ей оды петь, и когда надо он будет ее обзывать. Но так не получится. Вы женщина живая. Вы не этот, не каменный стукан, который он слепил для себя. И считает, что она должна ему подчиняться, что ли, я не пойму. Куда бы он ее ни поставил, она должна молча стоять. Ну вы же не каменный стукан. Я так полагаю, что здесь мужчина. Или у вас моложе. Или из другой страны. Или из-за другого менталитета. Потому что здесь непонимание вообще. У вас как-то не состыковывается. Он одно думает. Вы совершенно другое думаете. Я не знаю, может быть, он творческой профессии. А люди творческой профессии, у них немножко ку-ку. По-другому работает. Еще его чувство к вам. Но вам вообще восхищается. Да, любовь есть. Вот она. Видите, любовь-то есть. Любит он вас, да. Хочет легких отношений. Хочет заново все начать. Он вас ревнует. Он является собственником. Мужчина, кстати, жадный. Жадный. Свою не упустит. Никому вас отдавать не собирается. Считает, что вот это вот он извоял вас тут. Вы должны смотреть только в его сторону, куда бы он вас ни поставил. Должны ждать его. И молча ждать. Он считает, что вы должны всегда быть на его стороне. Вы должны всегда его поддерживать. Что бы он вам ни сказал. Конечно, да. Здесь мужчина понимает свои изъяны. У него такие психологические проблемы. Он без вашей помощи ноль. Ему так нужна ваша помощь, поддержка. Это просто кошмар. Он уже себе все мозги съел. Смотрите, десятка мечей, девятка мечей. Понимаете? Ему так плохо. Ему так плохо без вас. От вас ни помощи, ничего. Ни звука, ни слуха. Ничего. И он не знает, как у вас там. Нашли вы себе другого. Он очень сильно боится, что, возможно, она себе другого мужчину нашла. Она сейчас от меня далека. Поэтому за вами, кстати, наблюдает постоянно. Нашли вы себе другого мужчину или нет. Возможно, у вас уже кто-то есть. И он наблюдает, как будут развиваться отношения ваши. И он от этого просто с ума сходит. Потому что он вас очень сильно ревнует. А ревнует он просто до безумия, до бешенства. Просто понимаете, как мужчина может ревновать. Просто до бешенства ревнует. Видит, как вы с другим, возможно, мужчиной. Или, знаете, себе в голове нарисовал, что вы уже с другим. Что у вас там отношения. И за это он очень сильно переживает. Мужчина за вами следит. По ночам не спит. У него бессонница. И он включает хитрости, обманы, манипуляции, интриги, измен. Может быть, он думает, что это вы включаете. Для того, чтобы его проучить. Чтобы его вывести на новый уровень. А может быть, он тоже это включает, чтобы проверить. Узнать о вас. Заходит какими-то потайными дорожками, страницами. В соцсетях, в интернете. Чтобы на вас посмотреть. Чтобы убедиться, верная она мне или неверная. Да, он думает, она, может быть, играется со мной. Она, может быть, играется со мной. И здесь мужчина тоже, кстати, может быть же, как его, несвободный, да? Несвободный. А здесь еще такой человек, который в интернете со всеми тоже часто общается, женщинами. У него были подружайки. Вот здесь такой мужчина, который, знаете, ставит свои кубки на самое лучшее место, чтобы потом говорить, вот с этой я был, а с этой я встречался, а с этой я жил, а этот у меня ребенка имеет. Понимаете? Он хвостун такой, как бы. Внутренний хвостун, что вот у меня такая жизнь насыщенная личная. И вот это тоже, мадам, есть в моей жизни. От ее отпускать я не собираюсь. Это мой трофей. Я тоже хочу его поставить сюда, рядом с этими кубками. А вы ему говорите, ты меня никогда не поставишь. Я не твой трофей. Я женщиной никогда твоей не буду. Меня как других сюда ставить ты не будешь. Да. Причем, знаете, что интересно? Вот эти все женщины, трофеи, которые он здесь выкладывает, вот видите, сидит на диване. Видите, сидит на диване. А тут у него все вот Жанетто, Жоржетто, Лизетто, Мюзетто. Всех здесь баб собрал он просто, извините. Но я могу сказать вам сто процентов. Ни одна женщина его не любила, так как вы. Вы единственная, которая его любит очень сильно. Ни одна больше его не любила. Ну, кто-то, может быть, там, любил немножко, считал, что любит. Это была просто привычка. У кого-то что-то тоже. Но вы прям единственная, которая его любит. И он это знает, понимаете. И даже он вас единственную, которая любит. Все эти женщины, которым он пользовался просто. Пользовался. А вы единственная, которую он любит. Вот это ему императрица. Вы единственная женщина. Вот из всех этих Жанетто, Лизетто, Мюзетто. Вы единственная женщина, которую он любит. И которая является императрицей. Вы представляете, в каком статусе вы у него находитесь в сердце? Любимая императрица. Все остальные это так. Пришли, ушли. А вы как заноза прямо у него там вцепились. Там, понимаете. В своем, в этом кресле сидите. От которого вы портал получаете. В этом кресле прямо у него в сердце сидите. И не выходите оттуда. Вообще не выходите. И он от вас уже ни спать, ни есть. Ничего уже не может. А вы еще такая с мечом, да. Как бы сидите в этом кресле еще с мечом. И который говорит еще раз только. Приди. Еще раз только появись, я тебе устрою. Я тебе такую любовь покажу. Всю жизнь будешь меня вспоминать оставшуюся. Еще его чувства к вам. Ой, тяжело ему, бедному. Ой, как тяжело ж ему, бедному. Хочет перейти, уже закончить. Уже все, хватит. Уже все, я понял. Давай на новый уровень выйдем. Давай встретимся. Давай увидимся. Давай сойдемся. Разблокируй меня в интернете. Вы же его заблокировали. Разблокируй меня в интернете. Он уже своих 10 страниц там, не знаю, каких-то посадил. Вы его в бан, все 10 страниц уже отправили. Он уже не знает, какую страницу открывать, лишь бы в бан не попасть. Он уже такой с вами перемирий ходит. Он уже хочет перейти с одного уровня на другой. Уже закончить. Давай померимся. Давай оставим все плохое. Внизу, позади. Давай вспорхнем над миром. Да? Давай, давай. Нам нужна помощь друг другу. Мы не сможем врозь. Мы должны взаимодействовать. Мы должны просто взаимодействовать. Мужчина очень сильно вас любит. Очень сильно любит. И вы знаете, если поначалу вот эта свистопляска, ссоры, скандалы и все это приносило ему где-то тоже удовлетворение, то сейчас ему уже так поднадоело. Он так хочет простой любви уже с вами. Он так уже устал. Он уже не хочет вот так вот выяснять отношения. Он уже хочет перевести на что-то более такое, другое. Свои чувства с вами, эмоции. Уже как-то перейти на другой уровень. Он уже сам устал просто. Он так хочет любить и быть любимым. Ну и мечтает о вас, конечно, устроит планы. Мечтает, что снова будет с вами. Что вы встретитесь и увидитесь. У вас будет любовь, морковь. Он вас же не отпускает. Что вы выйдете на другой какой-то уровень. Что вы его разблокируете. Что вы дадите ему возможность рядом с вами быть мужчиной. Он такой любопытный, кстати. Он так хочет про вас все знать. Как телепередача. Хочу все знать. Вот он тоже самое. Все хочет про вас знать. Потому что он в тумане. У него старший аркан луна. Он в тумане. Он не знает про вас ничего. Где, как, чего. Может быть, где-то с кем-то советуется. Может быть, где-то с вами что-то о вас узнает. Какие-то слухи. Какие-то где-то там чего-то. Догадки, недогадки. Может быть, у психологов советуется. Может быть, у родных, близких советуется по поводу вас. Пытается нарыть какую-то информацию на вас. Но точности никакую найти не может. А очень хочет прояснить ситуацию. Вы его любите, вы хотите быть с ним, вы его ждете, он для вас любимый. У него очень много вопросов, а ответов практически нет. Он пытается сам по луне, уже представляете, как человек в луне находится, он сам пытается выйти из этих иллюзий и четко посмотреть, что происходит. Не видит пока, в луне находится. Весь какой-то накрученный, какой-то мысль, депрессия внутренняя, страхи какие-то, иллюзии какие-то, интуиция тут шпарит. Тут одно за другим, понимаете? И ночь какая-то в голове. Туман, 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 в голове полный туман. Просто понимает прекрасно, вы ему снитесь, кстати, вы ему снитесь, что вы кармическое, вы по судьбе. Вы ему снитесь, он чувствует через, я не знаю, ангелов-хранителей, что ли ему знаки постоянно идут, что вы по судьбе, что с вами он просто так не расстанется. Что именно вы должны были появиться в его жизни. Вы как будто его, знаете, вы являетесь той женщиной, с которой он станет мужчиной. Вы его вдохновляете, да, вы его вдохновляете. Он и с вами, знаете, энергию получает, ему хочется творить. Ему хочется творить, поэтому хочет к вам вернуться. Он постоянно, кстати, смотрит в интернете, в соцсетях, где вы, что вы, чем вы занимаетесь. Ждет, пока вы ему что-нибудь напишите. Может быть, он тоже пытается как-то пробиться вам написать. Ну, считает, что вы не реагируете на него. Ну, что он вам не нужен? А он с любовью к вам. С любовью. А вы считаете, а что мне, зачем он мне нужен? Я не хочу с ним ругаться. Каждый раз, когда у нас что-то начинается, мы начинаем ссориться. Мне это не надо. А он говорит, да я не хочу уже ругаться. Давай переведем наши отношения на что-то другое. Давай поменяемся. Не будем ругаться. А вы считаете, а как с тобой не ругаться, когда ты прешь, как танк? И меня не слышишь как женщину. Как с тобой не ругаться? Тем более, что у вас есть друг к другу очень сильные претензии. Особенно у женщины. Он вам или изменил, или предал, или еще что-то там, понимаете, есть такое, что вы не забыли. Вы не забыли и не простите ему. Поэтому вот он вас просит перейти на новый уровень. Вряд ли вы перейдете. Мужчина, кстати, в отшельниках. Он вам будет доказывать, что у него никого нету, что он один. Что, возможно, он уже развелся, например, да, или сейчас его в брако-разводном процессе находится. Он одинокий, никому не нужный. У него все плохо. Что он хочет с вами быть. Он не знает, в какую сторону ему двигаться. Да, он постоянно смотрит в вашу сторону. Потому что, ну, ждет от вас реакции. Ничего не меняется. Да, вы ведете, возможно, себя где-то как эгоистка. На него не обращаете внимания. У вас все хорошо. Да, вы жезловая, да, то есть это у жезлов. Вы идете своей дорогой. Вы очень ярко, активно, мощно, сильно. А он вам как будто уже и не нужно. Он в прошлом остался. И вам даже, знаете, где-то наплевать, что он там разводится. Он там не разводится. Вас как будто меньше всего интересует. Вы для себя определились, точку поставили и пошли дальше. А ему так обидно, что, ну, вас кроме как будто материальной сферы ничего не интересует. Что у вас дом, семья, стабильность, заработок. Вот только вас это интересует, да. Мужчина боится, что вы себе другого уже мужа нашли. И он даже думает, если она себе кого-то найдет, он просто тут не выдержит уже. Ему так будет плохо. Вы как будто убьете его этим, понимаете. Если он узнает, что вы себе другого нашли. Здесь мужчина не переживет. Не переживет. Сердце разбито, видите. Здесь мужчина не переживет измену предательства с вашей стороны. А то, что он себя так вел, как будто это нормально, типа, да. А если вы так себе найдете другого мужа или хорошего мужчину, он не переживет, да. У него будет очень сильно разбито сердце. В общем, вот такой был расклад. Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Самое главное, будьте счастливы. Пусть у вас в личной жизни все будет хорошо. Пусть все у вас устаканится. И любимый будет рядом. Я вас всех люблю. Я вас всех целую. И до скорых встреч.